В связи с наступлением оттепели в дневное время суток, грузоподъемность Тоджицкой ледовой переправы в Тоджицком районе на основании акта проверки снижена с 15 до 5 тонн с разрешением эксплуатации до 26 марта. Напомним, что на прошлой неделе также была снижена грузоподъемность с 20 до 10 тонн Элихемской ледовой переправы в Улухемском районе. На трех остальных ледовых переправах Кархакской в Кызылском районе, Билибейской в Кахемском районе грузоподъемность оставлена прежней – 10 тонн. Усть-Буренской в Кахемском районе – 20 тонн. Ледовые переправы будут функционировать до 26 марта текущего года. Сроки закрытия ледовых переправ могут корректироваться в зависимости от температуры и погодных условий. Сегодня в Центре русской культуры прошли инструкторско-методические сборы по итогам прошедшего осеннего призыва граждан на военную службу в Минобороны России. Осенний призыв прошел организованно, потому как план призыва республикой выполняется регулярно. Так, за этот период служить в вооруженных силах страны из Тувы отправили более 700 молодых людей. Еще одна особенность призыва в последних лет – резкое снижение числа уклонистов. Служба в армии становится престижной в глазах тувинской молодежи. Кроме того, выпускникам школ она дает ряд льгот, установленных законом. Также студенты средних профессиональных учебных заведений, поступивших после окончания школы, не будут призываться вплоть до окончания учебы. По словам работников республиканского военкомата, уроженцы Тувы служат сегодня практически во всех видах вооруженных сил, в подразделениях, расположенных в различных точках страны – от Владивостока до Калининграда. И служат, как правило, неплохо, о чем свидетельствуют положительные отзывы командования воинских частей. В этом году акцент для призывников из Тувы в большей степени делается на западную часть страны.